Вести Ульяновск в студии Антон Никитин и коротко о главном. Дорогие наши дороги. Эдуард Истомин о намерениях властей бросить 10 миллиардов под колеса. На улице моей который год вода. О природных катаклизмах в поселке Мостовая Игорь Кранцов. Все смешалось. Елки, пингвины, матрешки. Лицеисты оживили школьные будни сказкой. Около 10 миллиардов рублей потратят в этом году на дороги в Ульяновской области. Денежные вливания позволят улучшить состояние трасс в регионе. Об этом говорилось на выездном совещании в Сурском районе. Раньше здесь была тупиковая дорога и на федеральную трассу выезжали, сделав Большой Крюк. Новая дорога сократила расстояние почти на 70 километров. Этот подарок автовладельцам преподнесли сурские дорожники, хотя были трудности. Были, погода не давала. Вот, потом все-таки мы ее построили. Тут вообще ничего не было. Поле было. Да. И вот построили. Новые артерии строили сообща. Катарстан со своей стороны уложил 800 погонных метров. Наш регион вдвое больше. Строили дорогу с использованием немецкой техники. Ради этого область выделила почти 50 миллионов рублей. Траты окупятся сторицей. Эта дорога очень важна для общения между двумя республиками и в том числе для сельхозпроизводителей в части снижения себестоимости. Поэтому дорога намного стала короче для пунктов переработки, для реализации в соседних регионах. Нынешний год знаковый для 73 региона. На дорожные работы потратят почти 10 миллиардов рублей. На такой показатель в области вышли впервые. Свои плоды принесло и сотрудничество с федеральным центром. Нам удалось стать участником приоритетного проекта безопасной качественной дороги, в соответствии с которыми на 2017 год из федерального бюджета нам выделили дополнительно 625 миллионов рублей. На средства бюджета и дорожного фонда в области отремонтируют важные участки трасс, как федеральных, так и региональных. Не забудут и про дороги местного значения. В планах также установка искусственного освещения, а еще реализация мер по безопасности дорожного движения. Это разметка, светофоры, пешеходные переходы. Эдуард Истомин, Сергей Свешников, Вести Ульяновск, из Сурского района. Накануне суд огласил приговор Дмитрию Повтореву, который обвиняется в причинении государству имущественного ущерба на сумму около 23 миллионов рублей. Региональная прокуратура настаивала на лишении свободы 30-летнего директора торгового дома Лига. Как значится в материалах дела, молодой человек заключил с областным Минсельхозом договор аренды лесного участка площадью более 49 тысяч гектаров. На территории Елшанского, Зеленецкого, Молвинского, Есашно-Ташлинского и Теренгульского лесничеств фирма реализовывала и заготавливала древесину. Как выяснили следователи, множество хозопераций по поступлению денег в кассы торгового дома Лига Повторев не отражал. С августа 2012 года выплата арендных сумм прекратилась. Молодой коммерсант спустя почти полтора года ликвидировал фирму. В итоге с июня 2011 по июнь 2014 годов федеральному и региональному бюджетам был причинен имущественный ущерб на сумму около 23 миллионов рублей, сообщают ведомстве. Повтореву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть причинение имущественного ущерба в особо крупном размере. Исследованными судебно задания доказательствами прокуратура считает вину Повторева установленной и доказанной. Настаивая принципиальную позицию, отстаивая интересы государства, прокуратура настаивала на привлечении Повторева к уголовной ответственности с назначением наказания в виде двух лет лишения свободы с содержанием в колонии поселения, при этом с назначением дополнительного наказания в виде штрафа. Однако суд состава преступления не увидел и оправдал Дмитрия Повторева. Прокуратура Ульяновской области категорически не согласна с оправдательным приговором руководителю коммерческой структуры. На данный приговор будет принесено апелляционное представление. И к другим темам. Жители нескольких домов поселка Мостовая, что расположен в черте Ульяновска, бьют тревогу. Через их участки непрекращающимся потоком течет вода, в том числе и в зимнее время. При этом, судя по всему, источник влаги имеет природный характер, а вовсе не вызван той или иной аварийной ситуацией. Однако жителям многострадальных домов от этого не легче. Наш корреспондент Игорь Кранцев продолжит. Видишь лед? Это все лед. Вот чуть не до крыши уже, ты видишь, сколько лед. Пенсионерка Тамара Ивановна без особого удовольствия проводит экскурсию по улице возле своего дома. Эта территория покрыта большим слоем льда, который постоянно нарастает. Ведь вода с соседней возвышенности хоть и небольшим ручейком, но идет постоянно. Во дворе у супругов Симоновых не лучше. Здесь горы льда, которые, как утверждают пожилые люди, как раз и образовались из-за того самого ручья. Вода намерзает, лед приходится периодически выбрасывать в сторону, чтобы влага утекала дальше, не подбираясь к самому дому. Схожая ситуация и у соседей. Рамису даже приходится пользоваться перфоратором, чтобы освободить водный поток от сковывающего его льда. Иначе слой льда будет постоянно увеличиваться. Не знаю, откуда она тут идет. То ли из-за того, что дома строят, то ли само по себе такое погодное явление, какие-то катаклизмы. Сегодня первый день такой или до этого тоже было? До этого с осени, как вот текет и текет. То есть даже летом не останавливалось. В местном общественном самоуправлении поясняют, поселок всегда находился в зоне возможного подтопления. Рядом минимум три подземных источника. И если раньше они все текли в сторону от жилых домов, то в минувшем году один из них нашел себе другое русло. По этому поводу от жителей мостовой уже поступило обращение в городские коммунальные службы. Комитет дорожного хозяйства обещал принять меры и убрать наросший ред, когда позволит погода. Вот этот источник бьет он к середине горы. Вроде раньше может в одну сторону тек, сейчас в другой буквально мороз спадет, чтобы могла техника работать. Потому что гидромол это сейчас в такое время работать не может. И приедут, все отобьют. Но я думаю, что это все равно временно поможет. А весной уже будем смотреть, чем можно будет помочь. А вот как будет решена проблема по окончанию зимы, пока сказать трудно. Но то, что решать ее придется, уже очевидно. Если только каким-то чудом при теплой погоде ручей не изменит направление движения самостоятельно. Игорь Кранцев, Алексей Прохоров, Александр Абрамов. Вест Ульяновск. Храм Богоявления в селе Арское посетили беременные женщины, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Будущим мамам организовали экскурсию по самому старинному святому месту в нашем регионе. Храм был построен в 1649 году. Его настоятель, отец Алексей, рассказал посетителям историю церкви, а также ответил на вопросы женщин. Например, как крестить ребенка или что такое причастие. Барышни, смотрите, самое главное для причастия. Исповедоваться, это, конечно, там можно в любом. Готовы там, кушали, не кушали. Исповедоваться можно всегда, если есть на то потребность души. А вот причащаться, здесь есть особые условия. Причастие считается высшей тайной. Самое главное, человек должен прочитать, то есть обратиться к Богу. Свои трудности в семье всегда есть. И финансового характера, и, допустим, каких-то может быть, где-то противоречия, и с детьми возникают. Вот у меня, в частности, будет третий ребенок, ожидаем сейчас. Слава Богу. Все к лучшему, потому как на самом деле мы не одни. Вокруг нас общество, вокруг нас люди, которые нам помогают. И, в общем-то, Господь нас не оставляет. Организаторами этой поездки для будущих мам стали сотрудники областной детской клинической больницы. Они уже не первый год занимаются благотворительностью и помогают женщинам, как раз оказавшимся в трудной жизненной ситуации, как морально, так и материально. И привлекают к этой деятельности ульяновцев. Я представитель родительского комитета, школа номер 6, 1-й класс. В акции мы участвуем, нам предложил наш преподаватель. Мы считаем, что так и есть, что самое прекрасное в жизни – это рождение ребенка. Я тоже мама двоих детей, и я решила не остаться безучастной. Мы вместе с классом и несколько классов еще от начальной школы собрали подарки. По ульяновской области насчитывается, выявлено, во всяком случае, 532 женщины такой категории. 197 из них находятся на сопровождении и нашего отдела, и других медицинских учреждений. Хочется, конечно, оказать помощь посильную и комплексную. Это и психологическая помощь, это и юридическая, это и социальная, в том числе экономическая. В этот раз материальную помощь получили не только беременные женщины, но и их старшие дети в виде принадлежностей для творчества. Матрешки, елки, емели на печи, пингвины, белые медведи, петухи, гусеницы – все это дело рук детей, а также их родителей и педагогов. С начала образования 90-го лицея, больше 10 лет назад, строить такой ледовый парк стало традицией. Лепкой по снегу занимаются все классы без исключения, от 1-го до 11-го. Становились на дымковских игрушках. Они вроде бы просты с виду, но тем не менее они очень красивые, и с первоклассниками их достаточно легко сделать. Ну и началось. Носим снег, месим тесто. Тесто, конечно, это дети, потому что снег, вода. Зимой когда еще разрешим? Только вот в это время. Специальные перчатки теплые. Ну, конечно, все мокрые, не без этого. Ну, горячий чай, пирожки. Они все очень красивые. То есть, реально, можешь там грустно идти, мимо них проходить, сразу настроение поднимается. Так сказочная атмосфера появляется в школе. К школьникам присоединились и воспитанники садика 90-го лицея. Всего сотворили около 300 ледовых фигур. Ни одна не похожа на другую. В этом году здесь придумали и свое ноу-хау. Главное, что их в этом году сделали антивандальными. Неделю ждали, сломает или не сломает. Ну, вот к нашему счастью, все фигуры сохранились, и все они в нормальном состоянии. Сейчас, подбежав к этой фигуре, ударив ее ногой, она у нас не разломается. Ее обливают водой. Морозы стоят сильные, и поэтому они у нас сохранились. А погулять среди сказочных персонажей из снега и льда сюда теперь приходят и ребята из соседних с лицеем дворов. И к новостям спорта. Всего пару дней назад они заставили аплодировать 6 с лишним тысяч зрителей в Сыктывкаре. А затем устроили кучу малу на льду центрального стадиона в этом северном городе. Речь об игроках юниорской сборной России, ставших в столице республики Коми, чемпионами мира по хоккею с мячом в своей взрослой группе. Среди них и два игрока ульяновской «Волги» Александр Степанов и Артем Гореев. На счету первого три мяча на мировом первенстве второй отличился 6 раз. В том числе забил и единственный гол в финальном матче против сверстников из Швеции. Накануне талантливые ульяновские хоккеисты вернулись в родной город. На центральном вокзале их встречали представители региональной федерации хоккея с мячом, Министерство спорта нашего региона, тренеры и партнеры хоккейной «Волги», представители спортшколы по хоккею с мячом. Я воспользовался ошибкой защитника сборной Швеции. Он, когда начал выносить мяч, не попал просто по нему. Меня столько и оставалось, чтобы забить мяч в ворота. Гордость, то, что вот я представлял ульяновскую область за сборную России, забил единственный мяч в финале. А можно сказать, что это самый главный мяч в твоей карьере? По крайней мере, вот на данный момент. На данный момент, да. Залог победы российской команды – слаженная игра и тот самый командный дух. Об этом говорят и сами хоккеисты. Это отмечали и специалисты, следившие за соревнованиями в Сыктывкаре. Турнир отнял много сил. Согласно регламенту, приходилось проводить по два матча в день. Однако россияне выступили без поражений. Оставив неудел и извечных соперников – шведов и команды из Финляндии, Норвегии и Казахстана. Помогла также поддержка болельщиков. У них очень было громко слышно. Поддерживали их хорошо, очень понравилось. Ульяновские болельщики там были как-то заметны? Лучше всего. Завтра уже на тренировку готовятся к играм. С тренером сейчас уже удалось пообщаться? Да, удалось. Похвалился, молодец, старался, видимо. Чемпионат страны среди команд Суперлиги возобновляется 9 февраля. Правда, до этого оба игрока могут сыграть и за молодежный состав «Волги». Даже звание чемпиона мира не освобождает от этой обязанности. Наоборот, это заставляет выкладываться с еще большей отдачей во всех матчах. И на этом у нас все новости к этому часу. Следующий выпуск программы «Вести Ульяновск» проведет для вас Владислав Питковский. 18 часов 20 минут. Ну а я, Антон Никитин, желаю вам всего самого доброго. Оставайтесь с нами. Сейчас в Ульяновске минус 10 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 82%. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Продолжение следует...